Всем доброго времени суток. С недавних пор как цена на GTX 960 была снижена, захотел протестировать ее. Так вот, момент этот настал, жду ваших комментариев по ней, а в будущем покажу на что способна ее 4 гигабайтная версия. Ссылки на карту с проверенным продавцом и на другое железо и группы найдете в описании. Так получилось, что один знакомый попросил дособрать ПК, а необходимо было купить видеокарту, оперативку и блок питания. Думал на примере его железа сделать тест, как подвернулся случай и себе прокупить такую же карту, так как на свою я нашел покупателя. Точнее покупатель предложил мне продать мою GTX 750 Ti. Кто смотрел мои выпуски, в последний раз она светилась у меня в открытом стенде. Так вот, так как железо у меня со знакомым почти одинаковое, решил сделать тест на своем, ну и поделиться с вами. Пришлось немного затянуть с выпуском, так как SSD от Kingston V300 на 120 гигабайт, что стоял у меня в системе, после нескольких лет отправился в покой. А комп он у меня рабочий и соответственно нужна производительность и скорость. Пришлось купить новый SSD и решил попробовать этот. Crucial BX500 на 240 гигабайт, брал в местном магазине за 2450 рублей и продавцы смело дают гарантию в 3 года, что довольно смело. А стенд все тот же, процессор Intel Xeon X3440, оперативной памяти было 8 гигабайт, но для полноты тестов я добавил еще планку на 4 гигабайт, в сумме получилось 12 гигабайт. Жесткий диск для размещения файлов на 1 терабайт, на нем же игры, видеокарта знаете какая и блок питания все тот же от Lingward на 450 ватт. Для начала прогон тестов скорости записи и чтения SSD накопителя, затем синтетика видеокарты, ну и игры. Не разу уже говорил и сейчас повторюсь, я не сторонник разгона и поэтому абсолютно все железо тестировалось в стоке. Естественно все писал на свою карту захвата S-CAP, дабы максимально приблизить условия к реальному, а на саму карту ссылку оставлю в описании. И первая игра, в которой хочу протестировать это CS GO, разрешение Full HD, настройки автоматически на высоких. При этом игра выдает в среднем 60-70 кадров без призов, видеокарта греется до 40-50 градусов, загружается на 45-50%. Субтитры создавал DimaTorzok Следующая игра Far Cry 5, настройки на низких, но Full HD и ни FRAPS, ни MSI AutoBurner не захотели запуститься. Поэтому я решил запустить встроенную в игру Benchmark и показал он минимальный фреймрейт 45, средний 56 и максимальный 75 кадров. Игра довольно требовательна к ресурсам компьютера и поэтому 8 гигабайт оперативной памяти будет маловато и процессор работал почти впритык. Довольно хорошую популярность набирает Apex Legends. И вот и она, настройки на высоких, Full HD естественно. В основном видел счетчик кадров в районе 50-60 с очень редкими просадками до 45 и все так же не запустился MSI AutoBurner. А теперь игра, которая наверное многим не знакома, но я в нее играю PlanetSide 2, настройки на высоких и в разрешении Full HD. Счетчик кадров держится в районе 60-70, есть и просадки в зависимости от насыщенности сцены и ниже тех же 45 я не наблюдал. Куда же без World of Tanks, которая прекрасно оптимизирована и в ней по умолчанию стоят настройки на максимальных и высоких Full HD. Видим отличный результат в 80 с лишним кадров, иногда переваливает из-за 100, в основном статичных сценах и просадки ниже 75 не наблюдал. А я перехожу к следующей игре Star Wars Battlefront 2, настройки по умолчанию на низких, в том же Full HD. И тут результат хороший, в 70-80 кадров, иногда чуть больше 100 и минимальная просадка в 68 кадров, можно было бы и на средних поиграть. Субтитры сделал DimaTorzok Следующая игра, в которой я практически не играю Battlefield 4, настройки на средних, разрешение Full HD и атаки не дождался боя. FPS всегда больше 120, в основном же 130-140, бывает выходил из-за 170, я побегал, пострелял, полетал, поездил, но мне надоело одному там играть. Субтитры сделал DimaTorzok Ну в Battlefield 1 народ был, настройки по умолчанию стоят на средних, в том же Full HD и я их в принципе и не трогал. И видим на мой взгляд довольно таки неплохой результат, 50-60 кадров и просадки я не увидел ниже 50, играть было комфортно. В принципе это все игры, которые я планировал протестировать и которые у меня есть в наличии, каких-то призов не было ни в одной из них. Мое мнение по этой карте самое что она и есть положительное, я ее очень доволен, а что скажете вы по этому поводу жду в комментариях. Прогнать видеокарту в бенчмарке от Farmer не получилось, компьютер уходил в перезагрузку. Я раз уже сталкивался с этим делом, думаю и без него тут все ясно. В общем друзья все ссылки на все железо есть в описании, а для экономии при покупках советую воспользоваться кэшбэк сервисом. Советую EPN или Letyshops, собирая систему или покупая комплектующие, да и в принципе все что угодно, вам вернутся ваши средства от 3 до 7%. В этих сервисах очень много магазинов, не только Алиэкспресс, а если зарегистрируетесь по моей ссылке в описании, получите приятные бонусы. И по уже сложившейся традиции напоминаю про кнопку лайк, подписаться и колокольчик, это будет стимулировать меня на дальнейшее развитие. А на этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи, хорошего настроения. Субтитры подогнал «Симон»!